Скорость, сила, концентрация. Просто крик. Киян! А короткий как выстрел. Киян! Как удар. Получается киян? Нет. Белый брак. Безу! Чтобы сделать настоящий киян, нужны сила, скорость и концентрация. Азы боевого искусства для самых маленьких каратистов преподает сенсей Сергей Стрижак. Юные бойцы, как желторотые птенцы, внемлют каждому слову мастера. Ведь 25 апреля состоится состязание, в котором первые знания о боевом искусстве придется применять на практике. Сегодня у нас получилось в связи с каникулами, у нас получилась первая группа, это вот начинающие, которые только получили желтые пояса, в марте они аттестовывались, они получили желтые пояса, и ребята, которые продолжают, вторая группа, первая, вторая группа, они объединились, но в принципе общая базовая техника, как то кота, базовая техника кумете, она не мешает. И это повторение тоже очень хорошо. Объединенную тренировку сенсей Стрижак проводит по классическому сценарию. Вначале разминка с отжиманиями и вращениями, затем прыжки, растяжка и кихон. В спортивном зале Одинцовской гимназии номер 14 Сергей Стрижак преподает каратэ с середины 90-х годов. Один из его самых первых учеников сегодня в зале. Студент финансовой академии, обладатель черного пояса по каратэ Иван Сидоров демонстрирует кота. На такую высокую ступень мастерства юным каратистам еще предстоит подняться, если будут следовать советам тренера. В традиционном каратэ ставка делается на один удар. Чем отличается традиционно каратэ того же в УКО, где там главное в УКО показать удар, коснуться соперника и убрать руку. В традиционном каратэ этого нет. Почему? Потому что в традиционном каратэ кумите проходит без возрастных категорий. То есть я 64 килограмма, против меня выйдет соперник 120 килограмм. Если я буду вот так вот махать руками, то сила удара кулака в традиционном каратэ достигает 300 килограмм. Сила удара ногой тонны. Отжиманием, правильным отжиманием мы настраиваем себя и готовим себя к поединкам и набиваем руки. Ближайшие серьезные поединки ждут одинцовских каратистов в октябре на чемпионате России по традиционному каратэ. По итогам областных состязаний из 34 одинцовских ребят, выступавших на области, 14 вошли в сборную команду. В числе последних успехов каратистов – 10 золотых медалей в составе сборной команды области на розыгрыше Кубка России. Спортивный зал гимназии номер 14, несмотря на скромное убранство, полностью готов к занятиям по каратэ. Есть маты, на которых спортсмены отрабатывают броски, гантели, специально подготовленные макивары и палки, имитирующие смурайские мячи. А еще в каратэ-клубе «Заншин» особая атмосфера – атмосфера доверия, самоотдачи и спортивной гармонии.